Эхей, ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал JoyWire! С вами снова Joy, наше маленькое приключение в мире Рюмворлда с Невис, Дан и заключенным аллигатором, которая уже неплохо так отстояла свое имя и откусила палец одному из наших других заключенных, которого мы отпустили на волю. Наше зеленое содружество продолжает жить. Я немного раскидал обязанности колонистов, посмотрим, насколько это сильно повлияет. А именно Невис я в первую очередь оставил на починку, разборку, строительство и потом уже все остальное, когда эти задачи выполнены. Дан будет в первую очередь резать мясо, Невис будет готовить. А также Дан будет добывать растения и вырубать деревья. И, собственно, из этих ресурсов Невис уже будет что-нибудь выращивать. Давайте запустим время и посмотрим, к чему это приведет. Черт возьми! Кочевой род собаки. Один нападающий с ножом сразу врывается. У нас есть две ловушки, я подозреваю, что этого будет достаточно. Че он из себя представляет? Ух! Невероятная красота! Нектофоб. Боится темноты. Эстет. Десять умственного труда с одним огоньком. Искусство, ремесло, животноводство, горное дело с двумя огоньками, строительство, дальний бой. Это не самый плохой вариант. Молодой мужчина, 29 лет. Че у него по вещам. Без штанов, естественно, с голым членом бежит нападать. И... Возможно, эти ловушки из деревянных надо поменять на какие-нибудь каменные, потому что я слыхал, что у каменной выше шанс именно вырубить противника, не убить его. Но это все мои догадки. А у меня другой вопрос. Да, я вот это хотел спросить. Кого хрена ты здесь делаешь? А у тебя есть оружие, а у тебя нет никакого оружия, да? О, черт. О, черт. Так, Невис. Как у тебя дела? Хочешь кушать? И сколько скорость передвижения у Дан? 4,6 клеток в секунду. А у этого Перо? 4,6. Они с одинаковой скоростью двигаются. То есть, в теории... А у меня такое ощущение, что он двигается быстрее. 4,6. 4,6. Но дистанцию он сокращает намного быстрее. Невис, я извиняюсь насчет твоего пробуждения. Дан, давай ты пойдешь сюда. Потом пойдешь сюда. Переберешься через водичку. Тем временем... Невис придет тебе на выручку. Звучит как план. Он быстрее сокращает дистанцию-то. Давай, один хороший выстрел. Оп. Невис. Стрелять. Но одно хорошее попадание, я тебя умоляю. Так, Дан, сразу беги сюда. Есть. Что у него по здоровью? Огнестрельное ранение из дробовика в челюсть. Хренеться. Хэдшот. Почти рот отстрелил человеку. Мы, в принципе... Что у него там по... Ближний бой 4, у Невис 7, у Дан 8. Но у него нож. Он может очень сильно поранить наших колонистов. Невис, давай еще одно попадание. Невис. Да господи, попади. Есть. Что у него по здоровью? Еще одно огнестрельное ранение. Речь питания снижена. Движение сознания. Давайте в рукопашку. Персонаж неплохой. Я бы был не прочь его захватить. Давайте, ребята, вы справитесь. Есть. Дан. Небольшой порез. Ну и нормально. Так, нам нужна еще одна тюремная кровать. А у нас есть заготовка из кровати где-нибудь? Нет, нету. Ну, а что ж поделать, дружище. Тебе придется поспать немножко на полу. А под немножко я подразумеваю... Всегда. Так. Дан, свободно. Невис, захвати... Перо. Дан, я думаю, тебе нужно лечение, да? Ну, у тебя маленький порез ножом, но я боюсь, что рана может загноиться. И нам... Мне не хотелось, чтобы ты все-таки погибла. Он не истекает кровью, но... Невис... Так, Дан пошла отдыхать. Невис... Невис, покушай и после этого, пожалуйста, лечи. А потом лечи... Перо. Большое спасибо. Невис, ты просто супер. О, вспышка прошла и к нам вернулась электроэнергия. Значит, еда перестала портиться, везде появился свет и в принципе все не так плохо. Давайте... Так, что у Перо? Как сильно он сопротивляется? 20 психологическое сопротивление. Цена 800. Ну, он действительно очень хорош. Так как у нас много... Лечебных трав, много же, да? 43. Я не против лечить его лечебными травами. Аллигатор в этом вопросе... Ну, тоже неплохой персонаж. Не супер. В сравнении даже не рядом. Посмотрите, сколько гоньков. Не может заниматься простой работой. Плевать. Плевать, на самом деле. Это не самое важное. Отличный уровень умственного труда. У Невис ноль, например, в этом вопросе. У Дан двойка. То есть, этот персонаж может быть хорошим ученым в перспективе. Так, Невис, чем ты занимаешься? А ты идешь кормить наших заключенных. Нормально. Мы наладим с тобой контакт. Все будет хорошо. Мы сделаем тебе кровать. У нас, по-моему, есть немножко дерева. Да, мы можем сделать тебе кровать. Невис, чем занимаешься? А? Спасибо. Спасибо. Все, Невис занимается своими делами. Она кормит конвес. Дан уже восстановилась от пореза. Аллигатор должна присоединиться к нам, если не ошибаюсь. Да, у нее сопротивление уже на нуле. Шанс вербовки 37%. Невис, чем занимаешься? А, да. Сделай, пожалуйста, ловушку и построй кровать. Еп. Спасибо. Хорошая кровать, между прочим. Скилл Невис становится только лучше. Я прям горд. Я горд. А можем мы... Во. Я вот об этом подумал. У нас есть большая скульптура. Которая прибавит красоты. Пускай это тюрьма. Рано или поздно из бараков ее можно будет превратить. Все-таки во что-нибудь хорошее. Построй, пожалуйста. Да. Хорошая, хорошая тюрьма. Посредственное богатство, но это хорошая тюрьма. Какие у тебя нужды? Без одежды, холодно. Кстати, да. Снаружи 3 градуса. У нас дело к зиме идет. И ребятам нужно построить стол. Черт. Я все пропустил. В прошлой части была богата на всякие рейды и прочую хрень. И я его пустил немного. Так. Давайте сейчас пока не будем запускать время. Поставим господам стол. Пару табуреток. Место для медитации у них есть. Это... Это добавит им кайфа. И, наверное, мы зафигачим им обогреватель. Дан тоже надо обогревателя. Так. У вас, ребята, будет обогреватель. Дан, у тебя... Комната слишком большая. Я не уверен, что одного обогревателя будет достаточно. Невис, я понимаю, ты уже легла спать. Но это очень важно. Обогреватель это прям супер сейчас важно. Честно. Спасибо. Спасибо, солнышко. Спасибо большое. А будут они работать. Дан, что с тобой не так? Почему ты плохо время проводишь? Тебе нравится заниматься кулинарией и искусством? Может быть, перекинуть ее полностью на кулинарию? Ей не нравится рубить дерево. Я не могу ее осуждать. Растеневодства у нее три. Я использовал ее как... Как дополнительного персонажа в этом вопросе. Дан, давай ты... Перенесешь дерево сколько сможешь. У тебя низкий уровень готовки. О, новое задание. Мы сейчас посмотрим. У тебя низкий уровень готовки. Но... Мы переставим костер сюда. Пока. Пока мы не построили здесь плиту. Потому что... Почему у нас один компонент всего. Надо два. Ты можешь... Да. Ты можешь перенести костер. Мы переназначим тебя на кулинарию. Невис больше не будет этим вопросом заниматься вообще. Садоводство тоже с тебя снимем. Пускай... Ну, ладно. Допустим, ты можешь добывать растения. Допустим. То, что здесь созрело. Это не так страшно. Нам нужно вербовать аллигатора. Нам нужна помощь сейчас. Слишком много различных дел. Так. И тогда мы сделаем еще один обогреватель. Стоп. Построить копию. В комнату Невис. Почему не работает? А, у нас... Я понял. Не хватает... Энергии. Так. Давайте посмотрим, что по квесту. Высший стелларх Нестер Хумн. Лидер фракции Оранжевый Империум. Нуждается в дополнительной рабочей силе. Чтобы охранять... Чтобы охранять от налетчиков. Что? Подожди. Охранять что? Ну, ладно. Он просит вас выделить для него одного поселенца на 6 дней. Он отправит членок, чтобы забрать вашего поселенца. О, может нам за это дать охотника. Мы даем своего персонажа на 6 дней. Мы можем отдать дан, пока она в плохом настроении. Пускай тусит. Невис возьмет на себя все поселение в очередной раз. Все на ней. За это мы получим с двумя огоньками в медицине. С хорошей памятью. Капа. Кап. Но кэп. 39-летнего охотника. Который... Может развиваться в ремесле и искусстве в медицине. Немножко в животноводстве. В ближнем бою. Он неплохо. Его можно будет в танка снарядить, если у нас будет броня. У него гидравлическая челюсть, которая снижает эффективность на 80%. То есть он медленнее будет питаться на 20%. Но это звучит не как самое критичное, что может быть. В остальном... В остальном без косяков. Да? Да, давайте отправим Дану. Пусть... Пусть она немного развеется. Так, а... А, вот она, капсула приземлилась. Дан... В смысле, членок. Все, Дан пусть... Шесть дней потусит. У нас вернутся два поселенца. За это время нам нужно... Сделать что-нибудь хорошее. Придется Невис вернуть... Кулинарию и разделку. Благо у нас нечего разделывать. Но у нас есть два блюда. И у нас есть... О, черт. У меня опять ничего не надо. А-а-а. Ну, у нас можно приготовить. Ладно. На один день хватит. А потом... В текущий день надо будет поохотиться. Че у нас здесь по фауне есть? Медведи, носороги, бумалопы, варги. Горные козы. Горные козы. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Одну можно забрать сразу. Здесь трупы. Трупы съедены. Коняшка. Блин, коняшка была бы крутая. Можно было бы караваны загружать. И они вообще безумно быстро передвигались по карте. Здесь варка охотится на козлов. Я боюсь, что мы можем туда подлететь и... Придется разруливать вопросы с этим товарищем. Че у нас еще здесь есть? Вот этот нефрит надо будет забрать. Вот здесь еще порошок психина, который можно будет продать. Давайте это в приоритет поставим. Там, когда будет свободное время, навес утащит. И... Че еще здесь? Наверное, свистнем этого горного козла. Почему нет? И... Какая скорость передвижения у ленивца? Пя... Пять? Пять. Да, он чуть-чуть быстрее. Опасное мероприятие. Тут, кстати, один еще рядом. Но с него можно кучу мяса поднять. Миллион. Здесь еще черепаха, кстати. Здесь еще лисица. Здесь варка. Сейчас наступит зима, и они... Варги, в смысле, начнут охотиться на наших поселенцев. Ладно, Невис. Ру... А, он уже присоединился? Сразу? Черт. Ты где, родной? Ууу, привет, чувачок. Как дела? Добро пожаловать в поселение у нас. Робби Ру... Кап. Брошенный мальчик и охотник. Который неплох... Пока что достаточно плохо во всем. Он неплох в ремесле. Он середнячок. Умелый любитель в животноводстве. И в ближнем бою он уверенный профессионал. Чем мы можем на него назначить? У Невиса в медицине шестерка. Но у нее нет тяги. Мы можем... Мы можем Руби назначить на медицину. Пускай дядька развлекается. И рано или поздно он станет хорош. Ну будем отправлять его лечить всякие... Всякие мелкие раны, там порезы и прочую фигню. И... Я думаю, это будет неплохо. И ремесло. Да, мы можем направить его... Фигачить нам одежду. Или еще что-нибудь. К сожалению, у нас нет ресурса. Давайте его еще снарядим каким-нибудь оружием. У нас есть что-нибудь дальнобойное? Я помню, что у нас где-то валялся пистолет какой-то. Хм... Ладно. Пускай он придет сперва. На шесть дней у него есть кровать. Кто-то кого-то убивает где-то рядом. А? Лисица. Так, Невис проснулась. Невис, мне нужно, чтобы ты приготовила еще немного еды. Хотя бы... Хотя бы еще порции, чтобы было. Чуть-чуть. Пара порций и крутяк. И давай мы пойдем с тобой заберем этого енота. А давай... Давай ты сразу еще лисицу убьешь. Если попадешь. Давай. У тебя уровень стрельбы уже... 7. Ты слабый профессионал. И ты не можешь попасть в лисицу. Какой шанс попадания? Где можно посмотреть? Я не знаю. Не важно. Ру уже тусит на базе. Давайте сейчас... Вот пока там происходит охота. Ру. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Пожарный пациент. Однозначно... Давай, да. Ты будешь... Ты будешь пока медсестрой. И будешь запасным врачом. Отдых снимем. Это не важно. Носильчик. Да. Пускай будешь добивателем. Это не столь важно. Животноводство. Пусть 4. Да. Если у нас появятся животные, ты будешь одним из основных. Потому что у тебя 6 в этом вопросе. Ну и, соответственно, тренировку точно так же будет за тобой. Кулинарии у тебя 2. Слишком большой риск. Все же, где у нас... У нас был какой-то пистолет. Или у нас был лук. Я его продал. Ладно. Дальнобойного оружия нет. Не хочу направлять тебя на охоту. Но мы можем... Здесь же река. Мы можем, наверное, здесь заниматься рыбалкой. Рыбалка. Нормальная идея? Давай ты попробуешь порыбачить первое время. Это мы все пока уберем на пятерочку. Потому что у нас нет ресурсов, из чего готовить. Одежду и новое оружие. Это не важно. Да, этим ты можешь позаниматься. Носильчик, уборка. Да, почему нет? И... Нет, наверное, растения ты собирать не будешь. Потому что... Из-за очень низкого уровня, скорее всего... Множество ресурсов просто в помойку пойдет. А это... Это такое себе. Тем не менее, ты можешь заниматься починкой чего-нибудь. В свободное время. Первая задача... Рыбалка. И давайте попробуем здесь снарядить... Я ни разу не пробовал рыбалку в этой игре. Это для меня однозначно новый какой-то шаг. Область... Фишинг зон. Давай, допустим... Вот это место. Будет место для рыбалки. Разрешить рыбалку. И это все, что необходимо сделать? Че, Невис, нормально? Розок попало хотя бы? Смерть через три часа. Невис, я тебя умоляю. Мне уже стыдно перед пацанами. Убивай. Ты можешь? Блин, мне... А, леса мстит. Я понял. Спасибо. Вот это, да? Че, отомстила? Нормально? Так. Да, отнеси енота при... А, слушай, он пошел действительно рыбачить. Давайте посмотрим. Может быть с рыбалки можно будет побольше? Побольше ресурсов добыть? Разделай, пожалуйста. Нам нужна еда. И... Готовь. Мы вот это поставим на паузу. Да, готовь сразу много еды. О, слушай, он поймал чуть-чуть рыбки. 16 рыбы. Слушай, ну... Блин. Потестим? Я рыбалкой никогда не промышлял, на самом деле. Ру, давай это будет твоя спальня. А, да. Она ужасная, отвратительная, грязная и все такое, поэтому... А, ты не умеешь убираться, точно. У тебя же простая работа. Это не про тебя. Я понял. Наверное, прикольно, да, у могилы лежать? 27 процентов. О, нет. А сделай столом. И, раз уж ты начала, сделаем стулья. Хранилище с богатствами из стекла. Да плевать. Сделай табурет. О, спасибо. Че делаешь? А? Окей. Горный козел вот этот, который далеко где-то валяется... Он испортится через 12 часов, поэтому давайте его запретим. Он уже не очень. О, здесь, кстати, оленя забили, но он уже сгнил. Надо бы, наверное, поохотиться. Хотя, может быть, может быть, Ру с рыбалкой сможет добыть нам чего-нибудь хорошего. Так, ребята, как у вас настроение здесь? Недоедание. Почему? Потому что у нас всего еще мало еды. Невис, не иди спать. Почему? Подожди. 16 рыбы, 14 мяса. А, ну на 4 порции еды не хватает. Да, абсолютно. Абсолютная правда. Невис, я понимаю, ты очень хочешь спать. Но нам нужно приготовить чуть-чуть еды. Задание. Одинокая ку... Куач. Невис, молодец. Отнеси еду. И поговори с этим товарищем. Сопротивление уменьшено. Увеличивает ли это его скилл кулинарии. У него 1173. Я подозреваю, что персонажи новые, когда они приходят, у них скилл 0 из какого-то количества. То есть они как бы с нуля уровня начинают. Если так, то... Еще посмотрим. 1173. Выловит. Чуть попозже глянем. Одинокая куач. Приближается отчаянная беженец по имени Куач. Утверждает, что лишилась своего дома после недавнего нападения. Он моляет остаться в Хребетауне на 10 дней. Взамен она предлагает помогать поселенцам и сражаться на вашей стороне. Нет, наверное. Но у нас есть 5 дней на выбор. Так, а что по погоде, кстати, было? Протестировать... 15 дней будет идти ливень. Мы это можем сейчас себе позволить. Да? 15 дней, тем не менее. Черт возьми, 15 дней? За продвинутый компонент и 65 серебра. Неаа. Если бы там была какая-нибудь одежда или оружие, это сейчас для нас актуально. Так, давай посмотрим. Кулинария? Нет, нет. От рыбалки кулинария не прокачивается. Тем не менее, мы же его можем, наверное... Отправить... Я просто не знаю. Невис уже достигла своего потолка. Я думаю, нет смысла ее гонять по кулинарии. А вот этот товарищ дядя, которого зовут Ру, вы можете приложить ими в комментариях, если хотите поменять его на какое-нибудь другое. Он может заняться разделкой. Да? Почему нет? У нас опять не хватает электроэнергии. Может быть, здесь расширить немного? Мы можем здесь расшириться и добавить еще один ветряк. Да? Ну, достаточно много надо. Но второй ветряк был бы хорош. Его можно в этом направлении установить, да? Да, и здесь нужно вырубить чуть-чуть совсем. Ну, типа, идеальный вариант вот так. И здесь вырубить нужно вот эти четыре блока. А стену нужно перенести, конечно. Ну, как бы... Разве это страшно? У нас немного сузится участок с рисом. Ну, кстати, он не засаженный даже. Я только заметил. Нам, получается, только вот эти пять блоков нужно выкопать. Да? Да. А, еще и с этой стороны. I'm sorry. Слишком, слишком тупой. Вот эти тоже. И стену перенести... Памс. Переставить сюда. 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 И все. А! Аборт. Ошибся. Еще на одну повыше. И стена будет идти так. И все. И у нас будет еще один ветряк. И, возможно, двух будет достаточно. А здесь... Ни хрена нельзя сделать. Ну, с этим мы тоже разберемся. Здесь нужно будет построить копию в таком случае, чтобы это была закрытая территория. Иру ухаживает за пос... П... 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 Да. Подкармливает поселенцев. В смысле... Заключенных. Так. Наверное... Все даже неплохо. Слушай, у нас... Нужно засадить рис. Вот это... Вот это плохо, да. Давайте расширим грядки. Я постоянно забываю, где оно, поэтому свапаюсь между... Между всеми вообще. Так. Посадки. Расширимся сюда. И... Покрытие, грядки... Вот так. Ну, ребята, пообщаться решили. Это что, прием психиатра? Цель просто... Пришла такая... Да, полежу, короче, в луже крови рядом с гнилой землей, и пока ты ловишь рыбу. Найс. Невис, приготовь сперва еду, а потом покушаешь. Спасибо. Давай, аллигатор, присоединяйся. 46 процентов. Господи, помилуй. Кроп спраут. Че это? А, рис. Нифига себе. Далековато, но... Да, и если вырастет, то почему нет? Невис, можешь заселить, пожалуйста, эту... Эту область, а потом... Грядку здесь сделать. Отличная работа, деточка. И засеять здесь тоже. Невис, я понимаю, ты плохо проводишь время из-за того, что я тебя постоянно подгоняю делать разную фигню. Невис, ну ты просто лучше всех вообще во всех вопросах. Нужны компоненты. У нас только один, а здесь нужно два. Я где-то рядышком видел. В глаза бомблюсь, но не вижу. Но я помню, что где-то рядом были компоненты. Когда уже сгниют здесь трупы? А, это индюк. А, это селезень. Пофигу. Вот здесь халявная черепаха опять. Вот компоненты. Но, может быть, есть что-то поближе. Тут есть, кстати, большая стела из мрамора, которая, наверное, очень симпатична. И саркофаг из стали, который можно разобрать и получить с него ресурсы. Здесь метеориты падали. С золотом и железом. А, наверное, крышу можно убрать сейчас, пока это не столь важно. Невис, мне нужно... Чем ты занимаешься? А, давай, 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 давай. 44%! Черт возьми! Сопротивление уменьшается у пера, кстати. Я был бы не прочь его к нам переманить. Так, давай мы все-таки будем делать все постепенно. Так, расширим территорию, а потом ты добудешь вот эту фигню. Тем более, тебе нравится копытца... Копытца? Да, копытца. Копаться! И обязательно здесь нужно убрать крышу. И здесь тоже. И вот так. И на всякий случай вот так, если она здесь все-таки есть. Спасибо. Спасибо. Ты просто супер. Наверное, придется все-таки пойти за этими дальними компонентами. Их. А что, у нас действительно так мало компонентов на карте? Да, смотри, здесь прям... Очень-очень далеко. Очень-очень чуть-чуть. Поедяя, у нас на одну порцию еды. Ру изо всех сил. Изо всех сил. Смотри, просто... Просто как настоящий боец. Ловит рыбу. И хорошо время, в общем-то, проводит. Меня смущает, что здесь до сих пор лампу не построили. А ты... Ты умеешь? Ну, отнеси хотя бы туда ресурсы. Спасибо. Спасибо. Ты молодец. Ру... Ру хорош. Слушай, я прям горжусь им. Дядька прям полезен. Несколько обломков космического корабля упали неподалеку. Ууу! Это могут быть компоненты. Невис, давай ты с утра покушаешь. А, Невис, ты, конечно, молодец. Ничего не могу тебе сказать. Ты вообще супер альтруист. Она последнюю еду отдала заключенным. Невиса, можешь тогда срубить ягодные кусты? Мы попробуем из них что-нибудь приготовить, если там окажется достаточно еды. И, ну, тогда уж раз ты их собрала, то и перенеси. А можешь перенести все? Господи, ты шо, глюпенькая такая. Сколько там оказалось? 21 ягодка. А, и, да, и... Вот, приготовь. 4 по... Все, есть. Мы опять немножко с едой. Ес! Прогресс! Аллигатор присоединилась к нашему поселению. Добро пожаловать в семью. Делайте что угодно. Мне вообще плевать, чем вы будете заниматься. Наверное... А давайте попробуем другую позицию. Мы, наоборот, сделаем так, чтобы... Они могли развлекаться в любое время, чтобы у них... Было максимально хорошее настроение. Так, чё аллигатор умеет делать? Во-первых, ей нужно какую-нибудь одежду. У нас есть кожа. Немного такой, немного сикой кожи, легкой кожи, чуть-чуть. Можно сшить хотя бы лоскуты. У нас, кстати, достаточно много кожи. У нас свинячьей кожи ещё. Можно сшить лоскуты и сделать хотя бы хреновую для начала одежду. Другой вопрос. Это можно делать на... На рабочем месте. Делать лоскуты из кожи. Наверное, там нужен швейный станок или какая-нибудь такая хрень. Шить тунику можно? Сколько нужно для туники? Шестьдесят. Шестьдесят. Понимаешь? Ну, мы можем делать зубные протезы. А он эффективнее, чем... Деревянный зубной протез. О, чёрт. Ну, тогда это не то, что я, конечно, хочу. А можно сделать тогда... Столб портного. Столб портного для ручного пошива одежды. Звучит как какая-то хрень. Но это может сработать. Чё умеет... Так, вернёмся к аллигатору. Она умеет готовить. Всё, Невис больше не готовит. Она лучше умеет готовить. Невис... Ой, надзор оставлю за тобой. Ты этим хорошо занимаешься. Ты больше не повар. Ру... Не надо разделывать ничего. Невис... Отдыхает аллигатор. Занимается готовкой, рубкой. Умеешь ли ты охотиться? Нет. Ты можешь только готовить. Невис будет заниматься охотой тогда сейчас. Какое-то время. Будет основным охотником. И мы здесь можем её отправить... На олених и оленей поохотить. Блин, там целый стак. Я боюсь, что они сагрятся. И плохо время проведём. Кобылу. Альпаку можно. Горные козы. Допустим, лисицу. Зайчиху, зайца, белка. Белку. Да. Поохотиться на них. И это будет неплохо. Это будет неплохо, да. Ру в то время будет вылавливать рыбку. Это тоже хорошо. Это тоже клёво. Здесь, кстати, грядку эту можно убрать. Нет. Восстановить. Как убрать? Снять. Я могу выровнять. Это будет прекрасная и очень крутая комната, кстати. Для начала можно вот это сделать. И здесь. Здесь нечего выравнивать. Здесь выровнено. Здесь не обязательно. Пофигу. Смотри, как грядку убрать? Бесишь меня. А, у меня уже стоит там снять покрытие. Я что, вообще дурачок что ли? Дурной. Невис, ты хорошо время проводишь? Плевать на этот пол, на самом деле, сейчас. Мне надо, чтобы Невис всё-таки пошла охотиться. Я надеюсь, она сейчас просто возьмёт свой дробаш наперевес. И белка ваншот. Отлично. Отлично. Б-б-б-б. Спальня. Мы сделаем вот что. Мы строим здесь... Ещё одну дверь. Разделяем. И у нас будет ещё одна спальня. Безумно маленькая. О, чёрт возьми. Какая же она малюсенькая. Здесь не надо делать плитку. Она же вообще просто миниатюрная. Мега маленькая. Самая маленькая в мире спальня. Надо будет здесь вырубить. А можно? Здесь можно. Ок. Поставим в кью. Допустим, это мы не будем выравнивать. Здесь мы расширимся. И... Достаточно адекватная спальня будет. Построим здесь. И расширимся на столик. Я думаю, это более-менее. Это более-менее, да. Невис. Да. Давай ты сейчас... Ты молодец. Давай мы сделаем отдельную спальню, пока... А, нет. От... Не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Невис. 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 Невис! Обожаю тебя, девочка. Ты вообще отлично. Отлично справляешься со своей работой. И... я сам просил мой косяк что 22 куска пола есть отлично и перенеси кровать суды мы построим здесь светильник так сделай вода у нас нет стали но сталь есть здесь и мы хотя бы можем здесь сделать клёво отдельная спальня аллигатор не надо спать на полу у тебя у тебя есть спальня у ничего себя там пещера какая-то проверять мы конечно не будем что там находится пока построим еще один кусочек у нас есть четыре порции пищи ок ок иру продолжает добывать рыбку так что мы в принципе норм смотри да слушал ловит нужно ему придумать новое задание он будет заниматься партнерным делом помимо рыбалки но у нас пока недостаточно дерева да и у нас 12 кусочков дерева осталось это как раз вот этот кусочек стены сделать и стали надо сходить подобывать стали и компонентов стали где-то было компоненты здесь а здесь кстати есть стены из стали я думаю можно разобрать саркофаг из стали здесь кстати еще один он хоть и продамаганный здесь еще стены из стали и это кстати все очень очень близко и вот этот обломок а здесь кстати компоненты прям рядышко это то что нужно сделать но сделаем это с вами ребята следующей части моих приключений рим ворда я хочу сделать эпизоды чуть-чуть покороче но сегодня записать дофига и попробовать на следующей неделе ну на текущей для вас неделе каждый день позаливать новый эпизод если все пойдет хорошо это ребята мы увидимся прям совсем совсем скоро именно завтра в новой серии приключений в мире рим ворлд а для вас вещал джонни специально для канала джой вайр если понравилось это видео ставь свой царский лайк подписывайся на канал и оставляй хороший комментарий это очень сильно поддерживает создание этих видосов еще раз огромное спасибо джонни для канала джой вайр всего вам хорошего ребята пока пока